Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ватман и уже неоднократно в комментариях всплывают просьбы о тесте старенького маслкара-пикапа The Class U Summary. Заднеприводный старичок, продающийся на сайте San Andreas Super Auto за 485 тысяч долларов. Внешне он может показаться заниженным, но подвеска поднимает автомобиль, как только тот начинает движение задними колесами. Здесь не имеет значения, крутите вы на месте или уже пересекаете просторы Лос-Сантоса. Такая же подвеска стоит и на другом маслкаре Albani Hermes, протестированном ранее. И хоть анимация поднятия автомобиля и смотрится круто, но я по-прежнему считаю такую подвеску неприемлемой для гоночных машин, особенно маслкаров с склонностью к заносам. Стоит вам развернуться и налететь на ближайший бордюр, как машина тут же сядет на него, как накол, и вы застрянете. Конечно, после пробуксовки маслкар поднимется, а после зацепа с дорожным покрытием тронется, но вы потеряете драгоценные секунды, которые в гонке могут стоить вам призового места. Прототипом этого пикапа в жизни является Chevrolet C10 второго поколения. На длинной прямой, на которой мы проверяем максимальную скорость, этот грузовичок уверенно держал дорогу, чего нельзя сказать о многих маслкарах. Проверить это очень просто, достаточно при движении по прямой не нажимать на клавиши влево либо право. Если траектория машины не меняется при наезде на дорожные препятствия, значит дорогу она держит хорошо. Про его тормоза расскажу чуть позже. И время, показанное им на финише, составляет 1 минута и 14 секунд. На общей таблице, среди всех протестированных маслкаров, он занял третье место, всего лишь на 2 секунды отстав от Wapit Pusweather. Переходим на каскадерскую гонку. У данного пикапа есть одна особенность. Когда он лежит на дороге, его передние колеса практически не поворачиваются. Я думал, что это будет проблемой при прохождении резких поворотов, но все обошлось, поскольку в нормальном не дагестанском состоянии подвески угол поворота колес приобретает адекватное значение. Если загнать этот автомобиль в автомастерскую, то вас приятно удивит обилие вариантов внешней кастомизации. Здесь нет ничего нелогичного, поскольку добавлен он был с обновлением Судный день, когда Rockstar стали завозить в мастерские тонны ненужного говна за неприлично большие деньги. Из всего многообразия экстерьерных улучшений существенную роль играет только спойлер, увеличивающий прижимную силу. Все остальное, будь то бампера, раскраски, каркасы безопасности и тенты, выкачивают ваши деньги в выхлопную трубу, насадок на которую здесь почему-то не добавили. Но все равно нужно отдать должное роккам, что так заморочились, потому что эстет потратит на тюнинг минут 30, пока создаст идеальный образ пикапа мечты. Я его так заколхозил не потому, что у меня нет вкуса, хотя в тюнинге авто я еще тот массовик-затейник, а чтобы сделать из этого пикапа гоночный болид. После тестов обязательно превращу его в ржавую колымагу, делающую на треках другие маслкары. Теперь, что касается его поведения на треке. Идеально проезжать его я начал далеко не с первого раза. То жопу занесет, то развернет посреди трассы, то руль ни с того ни с сего перестанет реагировать на нажатие клавиш. Одним словом, в нем явно скрыта душа кого-то из разработчиков, потому что это пикап, которым нужно учиться управлять. И это на самом деле здорово, потому что машины с аркадным управлением очень быстро надоедают, а мощные тачки со своим характером остаются в сердце на долгие годы. И начинаешь получать массу положительных эмоций от того факта, что тебе удалось укротить эту рептилию, и все опасные повороты ты проходишь на максимально возможной скорости, балансируя на грани сноса задней оси. В результате мы получаем время, делающее данный неприметный пикап достойнейшим представителем семейства маслкаров. Ведь он практически на 2 секунды улучшил время в Апитпус Везер Доминатора, отлично сочетающего в себе управляемость и скорость. Осталось проверить, сможет ли он показать такой же результат на городском круге, проходящем через промышленные и жилые районы юго-восточной части города. Трасса построена таким образом, что сочетает в себе как узкие улочки с дорожными неровностями, так и прямые, чтобы наверстать упущенное или увеличить отрыв. И если с управлением еще можно как-то договориться, то вот к тормозам нужно долго и мучительно привыкать, потому что, как и свойственно почти всем маслкарам, их здесь просто нет. Есть только педаль тормоза и тормозной диск, а колодки, видимо, не менялись здесь с момента выпуска этой модели с конвейера. По этой причине мне приходилось задолго до поворота начинать сбрасывать скорость, чтобы пройти трассу по возможности без столкновений. Хотя идеальный вариант это чувствовать автомобиль и входить в поворот на относительно высокой скорости, не давая ему развернуться. А начать чувствовать такие машины можно только через болезненный опыт, получаемый от постоянных столкновений. Но вообще достаточно минут 10-15 покататься в свое удовольствие по городу или в гонках. И хоть этот грузовичок и пыхтит из всех своих сил, едет он так медленно, что я уже не знаю о чем еще рассказывать. Так что предлагаю просто послушать чудное звучание легендарных американских двигателей с турбонаддувом. 1 минута 22 секунды смог показать юсаммери на финише. На общей таблице это 6 место. Но если посмотреть разницу в 1 секунду с лидером, то 6 место уже не кажется таким далеким. Общий же вывод по пикапу D-class юсаммери, что за почти 500 тысяч долларов вы получаете отличный маслкар с хорошей максималкой и характером деда фронтовика. Конечно, огромный минус это его подвеска. Да и тот же Wapit Pussweather вместе со своим скудным тюнингом выйдет дешевле 1000 на 100. Но зато ничто не заменит ехидную улыбку на вашем лице, когда пикап, везущий вашу пятую точку, сможет обогнать в гонке брутального пивного маслкара. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»